Делать подарки с размахом – хорошая бобруйская традиция. На 634-летнюю годовщину жителей обрадуют несколькими сюрпризами. Один из них – дорога по проспекту строителей. Участок от Шинной долинина откроют в субботу в 10.30. Это шестиполосная магистраль 750 метров в длину. Здесь установлены три светофора и четыре остановки. Вдоль проспекта – широкие тротуары и велодорожки. Вопрос озеленения не оставили без внимания. Разбили цветник, высадили деревья и кустарники. Новый участок, вновь устраиваемый участок, выполнен из бетона. Бетон B-35 высокого класса. Мы осуществляем гарантию в течение пяти лет. Принято считать, что бетонное покрытие долговечнее асфальтобетона. А чуть дальше расположился новенький физкультурно-оздоровительный комплекс. Свои двери для бобруйчан он откроет в 11 часов на пересечении Сикорского и строителей. Здесь пять больших залов, взрослый и детский бассейны, помещение для тренажеров, пилаты, сайоги и аэробики. На полу специальное покрытие с амортизацией. Это поможет снизить нагрузку на суставы. На такой огромный район здесь должен быть такой комплекс, потому что даже в спортзал очень много людей ходит. Мы сами ходим, занимаемся очень много. В поликлинику, в бассейн очень много людей ходит. Тут очень много молодежи и бассейн просто необходим, потому что не каждый поедет в город. Здорово. Есть чем заняться на микрорайоне, потому что нет таких торговых центров, нету куда сходить на этом районе. Мама мне хочет записать туда в бассейн. И я хочу тоже на бассейн туда ходить. Основной упор в комплексе сделают на занятия с детьми. Кроме того, посещать ФОК сможет любой желающий – разово и по абонементам. Помимо основных помещений есть и дополнительные. Комната для дежурной медсестры и инструкторов, склад для хранения инвентаря, гардероб, магазин спортивных товаров и даже буфет. Общая площадь комплекса – более 5,5 тысяч квадратных метров. Рядом оборудовано 75 парковочных мест. Добраться сюда можно как на автомобиле, так и на общественном транспорте. В субботней программе «Ко дню города» также благотворительная акция «Запрошаем смачно есть» и любимые хиты ансамбля «Песняры» прозвучат со сцены на площади Ленина. Финальным аккордом этого дня станет праздничный салют. Его бобруйчане увидят 23 часа. Уже в воскресенье, 27 июня, жителей ждет квест «Тайны Старого Бобруйска» в Краевеческом музее и комедия «Паулинка» в Театре имени Дунина Марцинкевича. В сам день города, 29 июня, пройдет возложение цветов к мемориалам и концерт «Дань памяти», посвященный 77-й годовщине освобождения Бобруйска. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.